Мужской подход, бизнесовый подход, системный подход в дизайне интерьеров и как раз, мне кажется, что единственный, ну один из многих, потому что Станислав в то же время и учит этому, и у него уже порядка тысячи выпускников, которые также внедряют этот системный подход. Вот одного из них вы, кстати, видели вчера, это Павел Герасимов, который открывал наше мероприятие, студия дизайна Геометриум, вы, наверное, обратили внимание, да, на его тоже структурированность презентации и так далее. Да, Шадарюк рассказывала тоже, что она много чего интересного применила. Так вот, это как раз наш добрый друг, партнер, с которым мы работаем уже достаточно давно. Но мы, я лично не дизайнер, к счастью, да, но тем не менее, тем не менее, да, я работаю в этой отрасли, и все время, когда я понимаю, что нужно что-то стабилизировать, структурировать, получить совет, я знаю, что этот человек всегда поможет и подскажет, как правильно наладить работу, чтобы она была не в хаосе, чтобы она была грамотно построена. Системность – это, мне кажется, залог бизнес-успеха. Итак, относительно недавно, по-моему, год назад, Станислав начал продвигать и внедрять систему стандарта профессии в дизайне интерьеров. Очень много было разговоров на эту тему, а почему вы, там, и так далее, и так далее, но мне кажется, что до этого и, в принципе, сейчас, на самом деле, система в дизайне, ее практически не существует. То есть, есть какие-то люди, которые выполняют разные функции, кто-то выполняет все функции самостоятельно и так далее. Станислав и его команда постарались всю эту историю систематизировать, и сегодня мы послушаем, и, мне кажется, очень много для себя тоже подчеркнем. Я знаю, что тему Станислав расскажет, он достаточно емко предложил пообщаться больше с вами, поздавать вопросы, поэтому поотвечать на ваши вопросы, поэтому тоже я прошу вас их подготовить и записать, может быть, да, и в конце мероприятия мы оставим время на ответы на вопросы. В общем, будет интересно, полезно, познавательно, как всегда, системно, я с большим удовольствием на Краснодарской земле хочу поприветствовать, и чтобы вы поприветствовали также дизайнера интерьеров, руководителя студии дизайна, руководителя школы дизайна, нашего партнера и организатора дизайн-конференции, о которой мы тоже сегодня говорили, человека, в портфолио которого, в портфолио студии достаточно много проектов реализованных, общественных и частных интерьеров. Если мы говорим про общественные интерьеры, то, в частности, это офисы таких крупных компаний, как Аэрофлот, Связной, сейчас реализуется терминал в Москве-Сити. Если мы говорим про частные объекты, вот как раз видео-репортаж одного из реализованных домов. Ну, в общем, моя любовь к этому человеку безгранична, я надеюсь, что вы его тоже, кто знает, сегодня с ним сможете пообщаться, кто не знает, станете его страстным поклонником в дизайне интерьеров. Давайте поприветствуем Станислав Орехов. Активнее приветствуем, друзья. Понимаешь, наконец рабочего дня у нас тоже. Спасибо большое, Светлана, за такое яркое представление. В свою очередь хочу сказать, что компания «Радиалог» замечательное мероприятие всегда организует. Светланочка самый большой молодец в этом плане. И по мероприятиям делают, наверное, больше 300 в год. И я имею честь и возможность на них участвовать, потому что мне всегда приятно поговорить, пообщаться, показать, рассказать что-то свежее, что-то интересное, что нам удалось наработать за последний год, месяц, за последние недели, буквально за последние какие-то дни, для того, чтобы делиться с дизайнерами, тех, кому эта тема интересна и близка, дизайн интерьера, самыми актуальными нововведениями и информацией. Меня зовут Станислав Орехов. У меня студия дизайна, как сказала Светлана. Мы работаем уже более 10 лет и создаем совершенно различные проекты. И моя страсть – это больше все-таки частные интерьеры. Мы разработали под эту тему систему, абсолютно включающую в себе всю последовательность и удобство как для клиента, так и для сотрудников. Потому что я считаю, что если дизайн, мы все приходим в дизайн как некое хобби, как удовольствие, но в любом случае это и бизнес, и работа, и это любимая часть нашей жизни. И если что-то делать, то делать это в кайф и делать это так, чтобы нам было удобно и интересно. У меня была большая боль. Я, когда начинал работать дизайнером, я был несистемным, неправильным дизайнером, как и многие другие, кого я дальше видел. И я очень долго варился в таком собственном соку, когда не мог поехать отдыхать, потому что с одной стройки, как только она заканчивалась, начиналась следующая, потом следующая. И несколько лет я буквально был прикован к дизайн-проектам, к воплощениям. Мне, конечно, очень нравилась самая работа, но не нравилось, что я работаю, по сути, на убой. И в какой-то момент я понял, что так не может продолжаться долго, потому что годы идут, и нужно что-то делать, нужно как-то развиваться. И я смехнул, что если развиваться, то лучше делать это в молодом возрасте, и надо что-то делать со своей жизнью, со своей системой, со своей студией. Собственно, так и возникла идея структурировать именно творчество, сделать студию системной, сделать ее последовательной, сделать процесс, чтобы был удобный и для меня, и для наших сотрудников, и для клиента. Я прописал правила, я прописал документы, набрал правильных сотрудников, с которыми мы вместе стали выполнять те или иные функции. И так и получился у нас, собственно, вот такой вот студийный метод работы, который устраивает нас и который устраивает наших клиентов, потому что именно этот метод работы позволяет создавать качественный, красивый проект и делать это последовательно. Дальше. У нас возникло вопрос с сотрудниками. Получается так, что очень многие люди, ну, не до конца подготовленные, когда они выпускаются или с колледжа, или с вуза, высшего учебного заведения, к сожалению, они не всегда знают, чем они должны заниматься. Ну, так получилось, что в нашей стране на данный момент не существует профессии дизайнера интерьера. Есть дизайнер среды, но она включает в себя очень много составляющих. И там есть большое количество ненужных знаний, но нужных знаний, наоборот, там нет. Ну, то, что дизайн интерьера должен знать, там, от начала до конца. Я имею в виду и общение с клиентом, и материалы видения для дизайна интерьеров, а не вообще и композиции для дизайна интерьеров. В общем, все точно заточенные вещи, которые нужны для дизайна интерьеров, пока у нас вот такой профессии нет, поэтому мы не можем взять готового специалиста, к сожалению. Нам пришлось организовать свою собственную школу для того, чтобы для начала преподавать визуализацию. То есть, как вы понимаете, для того, чтобы сделать проект, сначала делаются эскизы, планы, и потом мы делаем визуализацию для того, чтобы клиент влюбился в эту картинку и захотел сделать вот, чтобы было так, как нарисовано. Это одна из самых главных задач – удивлять, делать впечатление для клиента, и дизайнер должен с этим справляться. Лучше всего справляется он это, когда не рассказываешь, как оно будет красиво, махая руками, а именно показывая на визуализации. Поэтому первое, что мы сделали, это систематизировали процесс визуализации и обучили внутренних сотрудников наших дизайнеров делать быстрые и качественные визуализации, а я это лично умел делать, и я, собственно, на этом построил свою первую начальную карьеру, когда показывал картинки клиентам красивые, и они шли, заказывали дизайн. В общем, мне удалось построить систему, по которой дизайнеры научились делать визуализацию, и стали либо работать с нами, либо организовали свои собственные студии, либо стали делать качественную визуализацию, собственно, для себя, для своих клиентов. Следующий этап – это было научить дизайнеров делать и дизайн тоже. Соответственно, это планировки, это детальный дизайн, это побор материалов, это работа с чертежами и вести проект, вести проект вместе с клиентом. Очень важная часть, то, что мало вообще в творческих специальностях обучают, это именно Project Manager, это введение проекта, введение клиента. Умение правильно не только сделать работу, но и хорошо ее презентовать, хорошо ее подать, объяснить, почему ты делаешь именно так, а не иначе. И многие дизайнеры именно на этом валятся, потому что нарисовать они нарисовали, а дальше клиент просит сделать первый, второй, третий, пятый, десятый вариант, и деньги уже все сгорают. Я сам попадал в такую ситуацию, когда делал по пять вариантов салона красоты, а клиент просил новые и новые. И остановился просто, когда я сказал, что у меня уже совсем деньги кончились, и он мне тут сказал интересную фразу, что, ну, сказал бы раньше, да, мы бы не делали столько вариантов, можно было ограничиться двумя. А я не знал, что нужно это сказать было. Ну, то есть, буквально вот до таких вот очень странных вещей иногда доходит. Но, так или иначе, многие начинающие дизайнеры, многие молодые дизайнеры с этим сталкиваются, теряют деньги, теряют уважение к себе, еще хуже разочаруются в профессии, просто уходят из профессии мечты, ну, куда-нибудь, торговлю, юриспруденцию, еще куда-то, в общем, другое место, да, где они находят себе применение, но не становятся счастливыми. Видев все это, мы разработали единую систему последовательную, состоящую из десяти пунктов, которым называется стандарт профессии. Я разделил функции, которые должен сочетать в себе дизайнер, всего их десять. Каждый дизайнер так или иначе сочетает в себе эти функции. И есть управляющие функции, которые отвечают за качество проекта, за общение с клиентом, за то, чтобы проект соответствовал внутренним стандартным качествам, за работу с юридической составляющей проекта, за экономический, за офис. И вторая часть профессии – это, собственно, те действия, которые нужно совершить для того, чтобы был альбом. Это черчение, это визуализация, это декорирование, обмеры и составление технического задания. То есть те действия, которые составляют результат работы, наш результат работы как дизайнер. И сегодня мы как раз об этом поговорим. Я покажу вам схемы, покажу вам деление на составляющие. Если вам эта тема будет интересна, то вы сможете найти стандарт профессии более детально на нашем сайте. Сейчас покажу еще несколько проектов, чтобы не один. Вот там крутился один из наших проектов характерных. Почему он характерный? Потому что в нем заключены те вещи, которые мы приветствуем в дизайне. Это натуральные материалы, это интересные планировки. Это нет каким-то цветным цветастым интерьером. Мы за спокойные цвета, за натуральный материал, как я сказал, и за световые эффекты интересные. То есть вот тот проект, он в полной мере иллюстрирует то, что у нас получается делать. Но это не все. Есть вот такой вот интересный проект. Может быть, кто-то его видел на ютубе. Есть кто-то, кто видел? Видели, да, некоторые? Вот можно посмотреть 20-минутную историю этого проекта. Он сложный, очень сложный технически, он очень спорный. Многим он не нравится, потому что жить они там не хотели. Но здесь не надо жить. Этот проект был сделан как квартира для тусовок, для встреч, для того, чтобы удивить партнеров, для того, чтобы интересно и увлекательно провести время. Вот еще один объект, достаточно дорогой. Находится он в Подмосковье. Здесь комплекс зданий. Такой в эко-стиле, можно сказать, сделан. Клиент попросил сделать побольше дерева. Он очень любит такие вот тоже натуральные материалы. И по максимуму деревянных поверхностей. Плюс здесь применены прикольные эффекты со светом, со вставками из бетона. Допустим, вот здесь сделан бетон прозрачный. Когда оттуда идет свет, создается ощущение, что из бетона идут световые эффекты. То есть много таких очень интересных решений здесь. Но вот это реализация. То есть мы стараемся сделать так, чтобы тот проект, который мы нарисовали, его всегда можно было построить. Не всегда, скажу сразу, скажу честно, не всегда мы строим и доводим до конца объекта и проекта. Но очень важная вещь. Должен, мне кажется, дизайнер знать, что его мысль, запечатленная в проекте и запечатленная визуализация, она это его мысль и результат его работы тоже. То есть если клиент по какой-то причине поменял что-то в вашем проекте, не строит, либо продал недвижимость, либо по какой-то причине решил упростить, либо усложнить, либо еще каким-то образом запороть проект, то это не ваша вина. Вы никак не можете повлиять на мнение другого человека, но вы работу при этом свою сделали. Поэтому я рекомендую все-таки делать визуализацию для того, чтобы вы могли заявить о себе, как и дизайнер. Клиенты, к сожалению или к счастью, не понимают разницу между визуализацией и реализацией, когда заказывают работу у дизайнера. То есть они не видят и не знают и не придают значения тому, что реализованный проект или он визуализирован. Хотя, наверное, по-хорошему надо смотреть то, что получается в конце и в финале, конечно же. Но клиенты этого не делают почему-то. Поэтому мы можем этим пользоваться, рисовать то, что нам нравится на визуализации и делать это в кайф для себя и презентовать это где бы то ни было. У себя на сайте, в инстаграм, в социальных сетях. Это будет всегда очень классно и всегда будет работать. Я могу с уверенностью это сказать, потому что ко мне все мои первые клиенты приходили именно по визуализации. Я не был дизайнером, я рисовал картинки. Они приходили, потому что видели картинку и верили в то, что я могу сделать так же или не хуже. И со временем я научился делать так же или не хуже. И вот, собственно, так и прошло развитие. Но для привлечения клиентов это очень важная часть работы именно визуализации. Поэтому, если сами даже не умеете, отдавайте обязательно вашим коллегам, визуализаторам для работы. Ну вот так выглядит, примерно выглядел. Сейчас это уже все снесли. Это у нас был первый вариант нашего офиса в маленькой Тайли, в Подмосковье. Сейчас в стиле лост все сделали, в кирпичике. Это у нас обмеры в школу дизайна, где мы обучаем. Я и наш архитектор Эмиль Зайнулин, он тоже вместе со мной работает. Мы делаем все проекты всегда в команде. У нас командная работа и авторство проекта всегда за командой. То есть я как либо дизайнер, либо как арт-директор предлагаю какие-то решения. Всегда эти решения смотрят наши коллеги. И чертежник может что-то предложить, визуализатор может предложить. И вместе мы, собственно, участвуем в проекте. Поэтому на каждом проекте у нас есть имена создателей. Там бывает 5-10 человек. Это нормально. Это очень полезно, потому что многие руководители студии мучают вопрос, кто же автор проекта, кого подписывает в титрах. Всех подписывайте. Чем больше людей написано в титрах, тем лучше. Потому что тогда нет ощущения у потенциального клиента, что можно кого-то одного из них взять и проект сделать. Нет. Сложный проект – это всегда командная работа. Это очень важно. Очень сложно в одиночку каким-то образом с этим работать. Ну, как я сказал, у нас есть обучение по всем этим методикам. У нас есть дизайн интерьера с нуля, 3D-визуализация, послепроектная часть, инженерная грамотность, авторский надзор, комплектация, менеджер проекта, создание студии. В общем, весь комплекс тех знаний и тех навыков, которые есть у меня и у нашей студии, мы преподаем и даем на нашем мероприятии. Сейчас я расскажу про стандарт профессии. Стандарт профессии – это документ государственного образца. То есть он сделан не только в нашей студии, он применен и может быть применен вообще в целом во всей отрасли. Как я и сказал ранее, это деление тех задач и тех навыков, навыков, которые есть у дизайнера, тех действий, которые он делает на проекте, на различные должности. Для чего? Для того, чтобы можно было, если дизайнер хочет расти и хочет создавать свою студию, свою компанию, чтобы он мог взять себе помощника. Но не просто помощника, который что-то делает, а помощника, который занимается какими-то конкретными действиями. К примеру, если дизайнер не хочет чертить чертежи, он отдает чертежи и идею с визуализацией чертежнику. Для того, чтобы начать организовывать студию, ему нужно взять чертежника и делегировать ему часть проекта. Дальше, если он не хочет делать визуализацию или не умеет, то он может нарисовать от руки эскиз и отдать визуализаторам. Соответственно, помощник будет делать визуализацию. Декорация, управление проектом и так далее. То есть, потихонечку можно отделять все эти действия и нанимать другого человека. Как только будет больше заказов, будет больше денег, будет больше возможностей, так дизайнер-фрилансер, либо дизайнер-начинающий становится руководителем студии постепенно. И расти вы будете до тех пор, пока сможете наладить постоянный поток заказов. То есть, ваша работа как руководителя, либо как главного отвечающего за компанию человека, будет финансовая ответственность за то, чтобы все работало. Соответственно, нужно будет наладить именно поток заказов. Этим тоже надо заниматься. А также административная деятельность. Это бухгалтерия, юридические услуги. Конечно же, должен быть юрист, кто-то с ним должен взаимодействовать. Должен быть офис и ответственный за офис, ну и так далее. То есть, это руководитель, должность руководителя студии. Итак, какие же есть 10 должностей? Давайте начнем. Что включает в себя должности по стандарту профессии? Это всегда есть действие, что должен делать человек. Также есть умение и знание. Здесь я не стал раскрывать именно на этой модели умение и знание. Это подробная информация. Есть вот, если напишите, я вам пришлю ссылочку прямую, где вы можете посмотреть, если эта тема вам будет глубже интересна. Собственно, эту методику можно использовать как последовательность действий, правильное, для того, чтобы работать на дизайн-проекте. Первое. Проведение обмеров, фиксация обмеров на месте, подготовка чертежей обмеров. В принципе, на этом функция его заканчивается. Следующее – это дизайнер. Дизайнер, в нашем понимании, то есть дизайнер, можно сказать, дизайнер-техник в данном случае, он придумывает планировку, он работает с подбором мебели и материалов, и он занимается согласованием, презентацией проекта ведущему дизайнеру. Ведущий дизайнер все это дело презентует уже, соответственно, клиенту. Дизайнер в данном случае может быть выпускником колледжа. Это значит, что может не быть квалификации работы в команде, и у него может не быть квалификации защиты своего проекта перед клиентом. То есть он не общается, грубо говоря, с клиентом и не общается с сотрудниками. Он зато умеет делать свои вещи, он делает планировку, он чертит, если нужно, он подбирает мебель и он придумывает дизайн. Дальше. Визуализатор. Соответственно, то, что придумал дизайнер выше, визуализатор, создает в виде трехмерных картинок, вот те картинки, то, что я сейчас показывал, это работы, созданные визуализаторами, нашими же студентами, которые также закончили наш курс визуализации, и сейчас помогают нам делать проекты на стадии визуализации и согласования. Как правило, это отдельный специалист в студии дизайна, потому что, ну, невыгодно на самом деле, чтобы дизайнер делал визуализацию. Потому что очень редко бывает, когда и визуализатор, и дизайнер в одном лице хорошо справляются. Как правило, ты больше либо техник, либо ты больше креативщик. Визуализация все-таки это больше техническая такая часть, но там есть, естественно, художество, конечно, но художество больше как фотографа, то есть немножко другие знания и навыки должны быть. У дизайнера больше абстрактное мышление, больше создание, поэтому эти навыки, они немножко разные. Могут ли они быть совмещены в одном человеке? Конечно, да, могут. Но если есть возможность разделить, и каждый будет лучше справляться с этими навыками, это будет, естественно, лучше. Четвертый технический специалист – это чертежник. Когда все придумано, согласовано с клиентом, наша задача – начертить рабочий проект. Тоже кто это делает? Может отдельный специалист делать его действия, которые он должен в этом плане совершить. Но также может это делать условно дизайнер, визуализатор, тире, да, и обмерщик, если это все совмещено в одном лице. Если хотите разделить, то чертежник его и действия. Пятый – это декоратор. И наша студия, например, не делает декорацию. Мы не комплектуем шторами, не комплектуем, не подбираем уже мелочи, детали. Но это наша студия, да. У кого-то работает студия полного цикла и делают от начала до конца, там до последней зубной щеточки. Некоторые клиенты так хотят. Поэтому в штате этой компании есть декоратор, ну, либо они нанимают отдельного и доделывают проект до такой вот завершающей стадии. Когда у нас просят это делать клиенты, как правило, у нас есть декораторы знакомые, кому мы советуем и вместе с ним работаем уже на аутсорсе. То есть это не в нашей студии это сделано. Также есть компании отдельные подрядчики и смежники по шторам, по мебели, по материалам, которые лучше нас знают и разбираются в этих мелочах, и которые тоже участвуют в проекте уже на стадии, когда все завершено, на стадии декораторства. Значит, мы сейчас только что с вами прошли основные пять рабочих функций. Функции действия, в результате которых происходит какое-то действие и получается какой-то результат. Это либо обмеры, либо планировка, либо подбор мебели, либо визуализация, либо декораторство, как вот подбор тоже аксессуаров, всего остального. Эти должности не общаются с клиентом и не сдают проект. Ведущий дизайнер, он отвечает, у него высшее образование, в чем его отличие. То есть это по стандарту профессии, по государственному стандарту, у него больше ответственности. Лучше у него развиты те вещи, которых нет у предыдущих специалистов. По одной простой причине, потому что высшее образование подразумевает наличие у выпускника определенных навыков, которые позволяют делегировать, анализировать, общаться, сдавать, действовать последовательно. Ну и все эти навыки нужны, конечно, ведущим дизайнерам. Что он делает здесь? Здесь он, по сути, участвует в подготовке всех тех заданий и проверке, и приемке, и сдаче этих заданий клиенту. Значит, он занимается подготовкой технического задания, организацией творческих работ по дизайн-проекту, то есть, по сути, управляет дизайнером, либо командой. Дальше он согласовывает результат с клиентом, и он же ведет авторский надзор на стройке. Следующий. Ему помогает очень сильно менеджер проекта. Менеджер проекта берет на себя задачи административные, которые не в храге у ведущих дизайнеров. Ведущий дизайнер больше заточен на то, чтобы сделать проект хороший, на то, чтобы сошлись все провода, все трубы, все мелочи. И эстетические необходимые вещи в дизайне, материалы, стыки, чтобы все было классно. Он занят этим. Договором и назначением встреч, согласованием, подписанием документов он, конечно, не хочет заниматься, и у него это слабая сторона. Эту слабую сторону заменяет собой менеджер. Менеджер работает в совокупности с ведущим дизайнером. Это, по сути, команда, боевая команда состоит из двух человек. Или из двух функций. Это ведущий дизайнер и менеджер. Они могут вдвоем сделать весь проект. Могут при необходимости нанять всех других специалистов, о которых мы уже говорили. Ведущий дизайнер сам умеет все делать. Все то, что мы обсудили выше, и в нем как раз может быть заключены все остальные умения, внутренние умения дизайнера. Кроме менеджера есть еще комплектатор. Комплектатор это, ну, кто-то по-разному называет, бывает в ресторанах и в общественных интерьерах. Это байер, закупщик в англоязычных странах. Это человек, который занимается уже на стадии, когда проект запущен в работу. Он занимается тем, чтобы купить по минимальной цене у самых надежных поставщиков мебель, материалы, оборудование и привезти это на объект вовремя для того, чтобы строители все это дело построили. А клиент заплатил разумных денег. Комплектации выгодно заниматься именно на стадии реализации, потому что тогда происходят все необходимые действия для того, чтобы как раз привезти все, когда надо, вовремя. И за комплектацию можно брать отдельные деньги, помимо дизайн-проекта. То есть комплектация есть на дизайн-проекте, она может быть условная или может быть детальная, но за нее берутся отдельные деньги в зависимости от того, как договорился клиент с дизайн-студией. И когда мы реализуем, так же как и авторский надзор, параллельно идет комплектация. Не надо никогда смешивать авторский надзор и комплектацию. Это абсолютно разные вещи и они никак никогда не связаны. И как только мы сами это понимаем, жизнь наша становится простая, нам получается платят и мы несем ответственность за те вещи, которые мы должны нести ответственность и за что мы должны получать деньги. А обычно бывает, что на авторском надзоре клиент просит смешать все и добавляет туда еще управление строительством, а еще, не дай бог, и ген подряд. И бедный дизайнер навешивает на себя все проблемы, все долги и пытается как-то разобраться. А у него компетенции и навыков может и не быть в этом плане. Осталось две у нас функции важных. Функция девятая – это арт-директор. Арт-директор – это совесть компании, либо совесть студии, либо собственная совесть, если вы работаете самостоятельно. Вы должны понять, не фигню ли вы выпускаете в мир. То есть то, что вы делаете, оно классное или нет, хорошее или нет. Вы должны здесь установить для себя уровень нормы и уровень качества. И не пропускать явную халтуру по этому поводу. Могут быть проекты не до конца доделанные? Могут, конечно, если вы дальше понимаете, что вы будете доделывать эти вещи на авторском надзоре, либо на комплектации. И клиенту так и говорит, что сейчас мы сделаем эскизный проект, сейчас мы сделаем, ну где-то там не доработаем, не доделаем, но мы это знаем, я это знаю, вы это знаете. И строители это знают, потому что им уже надо сейчас начинать. И я буду приезжать на стройку, может быть не один раз в неделю, а два или три, сколько потребуется. Но в этом случае мы будем решать по месту многие вещи. Так очень часто делаются рестораны, общественные интерьеры, офисы, когда срочно нужно что-то делать. Проектной деятельности по дизайну интерьеров частных проектов лучше этого не допускать. Лучше все-таки проект доделать до конца, от начала до конца и не поддаваться на такие провокации, а все-таки доделать проект и потом по нему идти. Иначе это будет вот эта вот самотоха. Если ресторан делается в течение быстрого времени, один-два месяца, то с интерьером частного дома можно засесть на полгода, а можно на год засесть, а можно на два. И каждую неделю ездить по несколько раз туда, потому что у клиента будет всегда новое видение. Для него может быть проект дома это хобби какой-то, который он будет просто вместе с вами реализовывать. Ресторан, понятно, это бизнес, надо побыстрее сделать и когда-нибудь это закончится, потому что есть дедлайн. В домах дедлайна может и не быть, а может он быть, но потом он будет продлен снова, снова и снова, поэтому будьте внимательны. Также задача дизайна арт-директора это вдохновлять творческих коллектив, это обучение, то есть ради арт-директа ведущий дизайнер и дизайнер работают, они хотят получить его знания, они хотят научиться чему-то новому. Потому что дизайнеры такие люди, которые работают не только ради денег, они работают ради призвания, ради удовольствия, ради качественных проектов. Им интересно делать именно качественный проект, им хочется расти самим и именно рост они могут подчеркнуть у арт-директора. Поэтому это очень важная должность, чтобы дизайнеры не разбегались, должен быть кто-то, на кого они равняются, знания и навыки, кого они хотят для себя приобрести. Это одна из составляющих мотивации. И десятый это руководитель студии, либо руководитель управляющей организации. Его задача подписывать документы, он несет финансовую ответственность, то есть если в суд подадут, то подадут не на всех вот этих ребят, а вот на руководителя студии. Если договор сделан, то делает его, как правило, руководитель студии вместе с юристом и кто-то с юристом должен общаться. Вот именно общение со внешними специалистами, с юристом, с бухгалтером, с организацией административной деятельности, это офис, интернет, оборудование, создание и развитие сайта, продвижение, инстаграм. В общем, все, что с этим связано, руководитель нанимает отдельных людей, либо на разделение, с которыми взаимодействуют. То есть, по сути, руководитель это связь команды разработчиков-дизайнеров с внешним миром. Эта связь должна быть обеспечена каким-то образом с дизайнером и она осуществляется через руководителя. Теперь самый важный момент, наверное, во всем этом рассказе, это то, что, вот представьте, что эти 10 функций, они совмещены в одном человеке. Это и есть настоящий дизайнер, полностью укомплектованный и готовый работать, справиться со всеми ситуациями. Это и есть тот специалист, который и должен получиться на выходе. Так что, когда я говорю про эти 10 функций, это не значит, что надо взять срочно каждому по 10 человек и начать ими управлять. Нет, это те знания, должности, умения, навыки, которые уже в вас есть, либо должны быть. Если что-то не хватает, это можно развить и научиться. Потому что по каждому из этих направлений существуют отдельные курсы и в нашей школе, и в любой другой. И где угодно можно черпать вдохновение. В том числе на дизайн-конференции, на выставках, смотреть, трогать материалы на вот таких выставках, да, можно ходить, если мы говорим о том, что комплектатор должен знать. То есть надо понять, самая главная задача и посыл, что вы должны проинспектировать те вещи, которых у вас нет, если вы хотите работать дизайном полноценным, и как-то этому научиться. Либо, если вы понимаете, что у вас очень хороши навыки в определенном ключе, но какие-то у вас, ну, явно занижены, либо вы не хотите этим заниматься, уже принципиально не хотите. Либо вы понимаете, что, ну, не получится у вас делать так хорошо, как сделает ваш сосед, который всю жизнь в 3дмаксе работает, например. То не нужно себя мучить, вы просто принимаете для себя решение, что визуализацию будет делать другой человек, и я этим заниматься не буду никогда. Или, как я принял для себя решение, я два раза в жизни начертил дизайн проекта в автокаде. И сразу же принял очень мудрое решение в жизни, что больше этим заниматься не буду. Я занимался визуализацией в 3д, отдавал чертежнику, просто который был бог в автокаде, у него призвание все делать. И он делал ту работу, которую я бы делал за месяц, он делал ее за 5 дней. И понятно, что вместе мы заработали гораздо больше, чем я бы это все дело ковырял и сделал бы как-нибудь плохо, или ужасно, либо медленно. Вот такая идея. Соответственно, все это дело нужно для чего? Для того, чтобы понять то, что есть вас, что вам нужно, и куда двигаться дальше, если вы хотите делегировать. Ну вот, в принципе, наверное, и все. Если есть какие-то вопросы по этой теме, либо по любой другой, по поводу организации студии, творчества, пожалуйста, готов ответить. Спасибо. Давайте сначала эту тему. За эту тему поблагодарим. И у нас, в принципе, еще есть куча времени, чтобы помочь, если не стало вопросом. Вопрос достаточно насущный, не только для меня, я думаю, для большинства, как дизайнеров с опытом, как акции начинающих. Вопрос комплектации объектов. То есть ты в своей схеме показываешь ситуацию, когда у тебя комплектация идет уже на этапе, когда у тебя практический проект готов к передаче. Да. Вопрос. Каким образом ты готовишь концепцию и презентуешь? Ты же по факту должен показать проект с готовыми материалами, с готовым текстилем, с готовой плиткой, с готовой отделкой мебели, да, или там дерева, древесины, которые ты закладываешь в проект. Соответственно, на этом этапе ты должен понимать, какая стоимость будет у этой всей истории для заказчика. Наверняка заказчик также задает тебе вопрос по поводу используемых материалов и ее стоимости этих материалов. Чтобы на выходе не получалась ситуация, что когда проект будет просчитан комплектатором, да, заказчика этих финансовых возможностей не оказывается. Плюс момент, что декоратор с планкой не занимаешься, ну, просто студия не занимается, да, и тогда вопрос, как бы согласовывать текстиль, который является в том числе важной частью проекта. Ну, то есть вот эти вот позиции, которые на этапе концепции уже должны закладываться, а не как на конце. Спасибо. Ну, два вопроса я услышал. Это как мы делаем комплектацию, да, чтобы пацанья понимать. И второе, это как текстиль заложить, чтобы... А? Ну, текстиль и декоративные элементы, да, чтобы тоже сочетались. А давайте я попрошу включить, пожалуйста, PDF с картинками. Я здесь покажу просто на примере, это будет наглядно. Что мы делаем? Я не говорю, что у всех это должно быть. Модель работы студии может быть разная. Я вот только сейчас встречался, у вас есть компания White House, вставляет мебель, может быть, знаете, девушки замечательные. Они у нас сейчас тоже, в принципе, сотрудничаем. И обсуждали с ними сейчас как раз очень важную историю, что комплектация может быть разная. В зависимости от того, где вы зарабатываете основные деньги, на дизайне, либо на комплектации, у вас могут быть разные системы работы. И первое, что нужно сделать, это построить свой сценарий работы, как вы работаете, для того, чтобы понять, как вы хотите, как вам приятно это делать, как будут покупать ваши клиенты и как вы будете им это объяснять. То есть это первое, что нужно сделать. И тут существуют разные способы, они разные, да. Кто-то подбирает детально все элементы, которые мы здесь видим на этой картинке, сразу, до того, как сделать визуализацию. То есть после планировки мы идем по салонам и с клиентом понимаем, ой, это дорого, это дешево, это я укладываю в проект, это не укладываю в проект, это способ номер один. Таким образом, на визуализации мы видим то, что уже реально заложено, то, что мы уже выбрали. Комплектация у нас была сделана до этого. И мы это провели. Это первый способ. Второй способ, который мы делаем, мы не подбираем заранее, скажу. Мы рисуем концепцию вот именно вот так. Вот вы видите картинку? Здесь ни одного реального предмета, который мы хотим поместить, вообще нету. Мы об этом сейчас не думаем. Мы знаем, что есть какой-то пол, да. Мы понимаем уровень объекта и то, что вы спрашиваете про цену. Задача дизайнера – калькулировать в голове, сколько будет стоить. Это его знание и умение, когда мы посмотрим по стандарту профессии, он должен уметь это делать. Если он делать это не умеет, он не может быть дизайнером. То есть построить и сделать дизайн, не понимая, как это будет реализовано и как это подойдет клиенту, это значит сделать не до конца готовый дизайн. Поэтому все наши дизайнеры понимают, что доска пола, окей, дуб, сколько она стоит? 3000 рублей за квадратный метр. Все, мы знаем. Мы знаем поверхность площадь. Стекло, к примеру, да, давайте разберем, сколько такое стекло стоит. Стекло с патиной стоит 5000 рублей за квадратный метр, да, если это механическая, да, часть. То есть если это ручная работа, то там 12-13. Ну, а если вообще без всего, да, то это еще дешевле, там, 3000, допустим, за метр. Дальше люстра. Ну и все остальные элементы мы понимаем, что соответствовало, чтобы этому уровню, это бизнес-класс, то есть мы не можем купить люстру из Икеи, да, совсем дешевую. То есть мы понимаем, что эта люстра будет стоить 20-25 тысяч точно. Вот такого размера. Она по размеру, как правило, бывает, кроме того, как американская люстра. Соответственно, все это дело, все это рисуем, мы это дело калькулируем и понимаем, что мы договоримся с клиентом, что квартира будет стоить там 150 тысяч рублей за квадратный метр готового жилья без техники, допустим. Ну, или с техникой. Мы можем и так, и так считать, если мы это калькулируем. Что касается конкретной комплектации, как вот мы здесь поступаем, мы рисуем вот такую картинку. Дальше. Нам выгоднее, нам проще так сделать. Мы с клиентом встречаемся. Когда у клиента есть идеи в голове, нам не надо прыгать и рассказывать ему, что вот здесь у вас будет хорошо, пойдемте выбирать мебель. Есть разные типы клиента. Есть клиенты, которые умеют абстрагироваться и выбирать мебель сначала, а есть, которые это категорически не могут делать. Это тоже надо понять. Есть люди, которые говорят, покажи мне сначала, как это будет выглядеть, а потом я буду готов идти выбирать. Я сам к таким отношусь, может быть, поэтому мы так и работаем. Я не могу выбирать по каталогам. Я никогда не могу выбрать. Я не понимаю, мне не важно, какая мебель на самом деле, мне важно, как вот я буду здесь ходить и будут здесь проходы или не будут. Такие люди тоже есть, вот они являются в основном нашим клиентом. Есть другие люди, которым надо пощупать, потрогать, посмотреть, порвать, потыкать. И им, в принципе, то, что будут или не будут проходы, это дело решаемое, да, что технически будет все воплощено, они даже в этом не сомневаются. Они сомневаются, насколько им будет комфортно и удобно. Поэтому нужно понять тип клиента, нужно понять свой тип, как тебе удобно работать и сделать услугу. Почему у нас именно такая услуга и мы работаем именно так? Это не всем так надо делать. Я говорю, что у нас архитектурный подход, мы не используем много цветов, у нас натуральные материалы, у нас вот такой набор условностей, которые мы предлагаем. И мы предлагаем такому же типу клиентам, которым это подходит, к нам обратиться. Поэтому мы привлекаем тех клиентов, которые нам нужны, и мы им даем тот продукт, который им нужен. Поэтому нам не надо убеждать их, что надо это купить. То есть это и для продаж тоже хорошо. Вот такая история. Что касается детализации, да, вот штора. Ну вот висит какая-то штора. Я не знаю какая-то штора, я не знаю какая-то ткань. Когда будет здесь готово все, вот всю архитектуру построят, привезут мебель, мы выберем мебель, да, то есть мы идем от общего к частному. То есть если у нас есть диван, ну клиент выбрал уже его, и мы понимаем какая отделка будет. То мы шторы скорее всего под эту отделку каким-то образом дивана уже купленного подберем. Мне проще пригласить девушек, которые занимаются шторами, и они мне подберут, сделают шикарную вещь, мне не надо об этом думать. То есть это как суп подряд получается. Ну вот мы так работаем, нам так проще организоваться. Не потому что так все должны делать, а потому что у нас студия именно работает по такому заточенному алгоритму. Исходя из того, как мне приятно и удобно работать. Это же моя студия и мой способ. А вот у девушек, которые рассказывают в Lighthouse, у них другая история. Они продают мебель в основном. Поэтому им важно вначале это сделать, а все остальное, ну не сильно важно. Им важно мебель вначале поставить и согласовать. Поэтому у них будет другая история. Также всем вам и нам надо понять, какая у вас история, и предложить эту историю внятно донести до клиентов. Привет, друзья, Монслад. Спасибо большое за информацию. Максим, короткий вопрос. Для кого нужен этот стандарт профессии? Для кого вы это делаете? Очень важно, что в институтах будут преподавать стандарты, которые придумал Станислав Орехов. Вот, это первое. И второе. А второе будет. Давай с первого начнем, а потом ты пока подумаешь по второму. Стандарт профессии придумал не Станислав Орехов. Но так получилось, что мне посчастливилось возглавить эту часть в плане организации. То есть я, наоборот, взял на себя ответственность за продвижение организации. Но само содержание внутренности разрабатывала группа компаний, разработчики дизайнерского сообщества. То есть кому это было не безразлично и кто понимает вообще, для чего это нужно. А для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, самое главное, чтобы у нас в институте появилась профессия дизайнера интерьера, которую нет. Образовательные программы и образовательная история, которая будет в дальнейшем развиваться. Есть среднее образование, это колледжи, среднеспециальное образование. Есть высшее образование. И то, и то. И в колледже, может быть, обучают дизайнер интерьеров. И в высшем учебном заведении тоже могут обучать дизайнер интерьеров. Но чтобы обучать, у них есть свои программы обучения. И эти программы обучения сейчас очень сильно разрозненные. Сейчас каждая школа дизайна, каждый колледж обучает так, как они сами хотят. Нет единых стандартов. И в одном колледже человек может выпуститься, просто зная историю стилей, но не умея ничего делать вообще, зато он знает историю стилей и умеет, допустим, в цветах разбираться. В другом колледже он может не знать этого, но уметь чертить планировки. То есть сейчас может быть сделано как угодно. Мы хотим, чтобы была единая схема, на основе которой каждый колледж уже может разрабатывать свои программы обучения, их презентовать, чтобы было понятно, что на этом профессии ты будешь декоратором, на этой профессии ты будешь чертежником, обмерщиком, визуализатором. И человек, когда идет, он уже, как я только что рассказал, специализацию по студии, так же и будет специализация человека. Человек понимает, я сейчас два месяца учусь на чертежника, или сколько надо, полгода, в зависимости от того, какие программы. И на выходе получаю вот такой набор навыков, который позволит мне устроиться в твою компанию. И ты не будешь меня переучивать, потому что я уже приду готовый. Я буду знать, что мне делать и как это делать. У нас вот была такая потребность, она и сейчас есть. То есть мы ищем всегда толковых специалистов, которые умеют не языком чесать, а работу работать. Это всегда большая проблема. Дальше. Тема по менеджменту. Вообще нигде не учат, но это нужно делать. Мы считаем, должны быть азы именно управления собой, своим временем, пониманием, что такое согласование задачи. Как в конце концов просто на почту нормально ответить. Потому что мне пишут, допустим, возьмите нас на работу, а мы как в сказке. А что ты умеешь делать? А я умею там и это, и это, и это. Оказывается, что ничего конкретного делать не умеешь. Я говорю, ну определитесь, что вы хотя бы умеете делать, с чего мы можем начать. Все, молчание. Ну как так? Ну как человек на работу взять? Я не знаю. То есть таких запросов очень много, миллион. Надо какую-то внутреннюю хотя бы организованность воспитывать. И стандарт профессии это тот фундамент, на основе которого, в принципе, будут разработаны все программы обучения, которые дальше очень сильно помогут индустрии двигаться вперед. Потому что если нет конституции в стране или где-то в области, в любое образование, то невозможное движение вперед, потому что фундамента нет. Это фундамент, который мы сейчас можем разработать. Стандарт профессии сейчас проходит заключительную стадию. Я презентую его в различных школах, учебных заведениях, общаюсь с профессорами, дизайнерами. И каждый из вас тоже может почитать его и дать свои комментарии. Если вы с чем-то не согласны, если с чем-то согласны, прокомментировать, это будет очень ценно. Все эти комментарии будут обработаны, но и лично, и отправлены в Министерство труда. Это требование такое специальное. Мы должны провести дебаты и должны провести обсуждения, чтобы, как правильно было замечено, это не было стандартом Станислава Орехова, чтобы это был наш общий стандарт. Никто, кроме нас, практикующих профессионалов, это не сможет сделать. Не надо ждать, что государственные какие-то чиновники сядут и будут это все писать. Это в голове нет. Этого нет. То, что я сейчас показывал, в голове 90% дизайнеров. Очень мало вообще кто это понимает. А это надо понимать, это азы, это азбука. Без этого вообще никак не двинешься дальше. Вот мы за это и болеем. Спасибо. И еще такой вопрос, немножко отстраненный вообще от этой всей истории. Станислав, твоя личность очень отчасти скандальная. То есть... Так, так, так. Есть дизайнеры, которые очень отрицательно относятся к Станиславу Орехову. А есть дизайнеры, которые наоборот... О, Стас, он вообще супер. Вот, ну, к какому я отношусь, я не буду говорить, это и так, мне кажется, понятно. Он классный. Во-первых, хотел понять, ты себя позитиваешь как дизайнера или как руководителя студии? И как ты относишься все же к коллегам, которые относятся плохо? Для меня это важный вопрос. То есть людям, которые завидуют. Я не просто так разделил функции. То есть я могу в один момент быть и дизайнером, и ведущим дизайнером, и арт-директором, и руководителем студии. И комплектатором могу быть. То есть я могу быть на любой из этих функций в зависимости от задачи. Поэтому какая задача мне интересна, в чем фокус? Я могу ту задачу и занимать. К примеру, вот на этом проекте, который я сейчас показываю. Это вот я был ведущим дизайнером. Я сделал весь проект сам с помощью визуализатора. То есть у меня был визуализатор, который рисовал. Сейчас он реализуется. Здесь я был как арт-директор. То есть работал ведущий дизайнер с другими сотрудниками. И здесь я давал советы, я давал рекомендации. Поэтому в зависимости от должности я могу занимать любую должность. Как я себя позиционирую? Я себя не стараюсь как-то позиционировать, потому что зачем мне как-то позиционировать себя? Я разносторонний, я знаю много вещей. Много чего я не знаю, но много чего знаю. Поэтому в основном, чем я занимаюсь, что мне нравится заниматься, это систематизация информации. У меня это получается. И я думаю, в этом плане у меня есть большой талант. И так получилось, что и творческая составляющая, она тоже есть. То есть я понимаю, что хорошо, что плохо. Может быть, это насмотренность, может быть, это еще что-то. Ну, как бы я знаю какие-то вещи. Я не знаю какие-то, может быть, технические вещи, но на это есть инженеры, у которых я могу спросить. Ключевая фишка дизайнера – не знать все. Ключевая фишка дизайнера – знать, у кого спросить и как распределить ответственность, обязанности. Поэтому я и дизайнер, и арт-директор, и комплектатор, когда надо, и руководитель студии, и пишу системы, и пишу программы обучения. Все курсы наши-то я написал, я веду сам это все. Поэтому я всем занимаюсь. Что касается, кто ко мне относится, но мне настолько все равно. То есть я даже об этом не думаю, но мне без разницы. У меня вообще никак по этому поводу ни на секундочку ничего не возмущает меня. У меня как бы такое, не то что правило, я очень люблю критику на самом деле. То есть когда кто-то что-то говорит, я, ну как бы, всегда прислушиваюсь, я стараюсь это делать. Причем вот некоторые говорят, должна быть конструктивная критика. Ну, мне неконструктивный подходит. То есть человек же не просто так говорит что-то. И я вижу, то есть это либо его злость, зависть действительно, ну тогда это просто опускаешь. Либо что-то действительно есть, что нам, ну, ему каким-то причинам не нравится. Я когда делал визуализацию, меня очень сильно не любили сначала 3D-шники. Почему? Потому что я делал картинки не самые лучшие. То есть если там начать присматриваться, да, вот в этих работах. Но это не я делаю, наши выпускники уже делают, у них лучше получается, чем у меня. Но многие мои проекты, они не потому что я не умею делать, да, потому что я просто не считаю нужным на данном этапе дорабатывать какие-то мелочи. Это же не на выставку, это чтобы согласовать и дать проект. А получалось так, что я за это много денег зарабатывал. Ну, достаточно много. А те, которые рисовали очень качественно, у них очень мало было денег. Соответственно, ну, естественно, это как бы зависть и какая-то такая вещь. Я понимаю, то есть я понимаю людей, я, ну, люблю людей в этом плане, мне очень нравятся они. Я просто очень трезво отношусь ко всему, и я вообще никак на это не реагирую. То есть я, наверное, настолько отстранённый от всего человек, что мне всё равно. А это правда, что ты заблокирован на сайте 3DD? Да, заблокирован на 3DD-сайте, да. Я помню этот скандал, который привлёк, наверное, очень много внимания. Ну да, да. То есть любой скандал надо использовать во внимание, конечно, это очень важно. То есть, да, сблокировали, конечно. Вопрос следующий. Вот та схема, которая была представлена, очень классная на самом деле. То есть, когда такой большой штат сотрудников или специалистов. И у меня вот следующий момент сразу возникает. Когда начинал студию свою, да, как бы как, ну, видите, да, думать, там, планировать. Сколько вас было на тот момент? То есть ты визуализатор или уже полный штат был? И если, соответственно, не полный, как быстро вы пришли вот к этой схеме? То есть сколько лет потребовалось? К этой схеме я 10 лет где-то шёл, то есть вообще к этому пониманию. Вот закончили мы её где-то полтора года назад, наверное, так, чтобы вот её можно было оформить, сказать, вот это всё, это работает. Потому что было очень много разных вариантов, предложений. У меня была идея, что типа и менеджерская, может быть, студия, когда менеджеры управляют, дизайнеры понимают. То есть очень много всего было перепробовано, всё не работает. То есть работает вот эта штука. Когда каждый понимает, что делать. Как начинать? Начинать очень просто. Очень просто. То есть первое, что надо сделать, это понять, что вы всё это делаете сами так или иначе. Плохо, хорошо, но чтобы сделать проект, мы это делаем. И дальше надо взять одну самую важную вещь, которая у вас получается хуже всего. И что вам не нравится делать, что вам не доставляет удовольствие. И начать её делегировать. То есть получить навык делегирования. Это первое, с чего начинается. Я начинал ещё даже до студии дизайна с визуализации. И я делал картинки. То есть я умел вот такие картинки рисовать и умею. Достаточно быстро. Соответственно, мне нужно, чтобы кто-то променеджерил всё это дело. Кто-то отослал модели, кто-то принял комментарии заказчика. Ну и так далее. Поэтому я нанял первого специалиста. Это был мой друг, менеджер проекта. И так мы начали. То есть я был ведущим, а он был менеджером. Вот боевая единица из двух человек, которые, в принципе, любые проекты делают. Потом, когда мы стали делать дизайн, я взял чертёжника. Потом я очень долго не мог отказаться от визуализации, потому что я хорошо это умею делать сам. Это минус большой. То есть то, что у нас получается, очень сложно отпустить. И я на этом очень сильно застрял на несколько лет. И после того, как я сделал курс по визуализации, научил ребят делать так же, я смог от этого отойти. Но я на этом сильно застрял. И каждый из нас, у кого что-то получается делать хорошо, он на этом тоже очень сильно застревает. Но это неизбежность. Привет. У меня вопрос больше по работе в студии. Используете ли вы какие-то коллажи, мудборды для согласования? Нет, нет, не используем. И как решать вопросы с такими клиентами, которые в ходе работы над проектом меняют брифт. Я хотел тёмный интерьер, а сейчас я понял, что я погрячился, я хочу светлый. И по поводу сроков. То есть, ну понятно, что разные проекты. Если, например, квартира, там 100 квадратов, то есть примерно какие сроки закладываете. И всегда ли получается в них вкладываться? Спасибо. Сроки – это очень-очень важная вещь. Я про них расскажу. Значит, первое, коллажи нет, мы не делаем. У нас нет в проекте этой части. Я не верю в коллажи. Ну, я лично не верю, потому что коллажи можно любые оспорить. Вместо коллажа мы делаем техническое задание и его согласовываем. Ну, по сути, наверное, это тот же самый коллаж. Но мы не подбираем как бы мебель коллажами, как вообще принято. Опять же, это именно у нас. Можно делать, если нравится. Я знаю много людей, которые с этим очень хорошо работают. Если клиент что-то меняет, но тут надо… Во-первых, если что-то он поменял, надо понять это хорошо. То есть мы поняли, что его что-то не устраивало, и лучше он поменяет это в начале где-то, чем поменяет это где-то в конце. Либо получит продукт, который вроде соответствует ТЗ, но его не устраивает, и потом он все переделает. Поэтому мы относимся к этому нормально. Мы с пониманием. У нас заложен некий бюджет на переделки. Обычно это 25% где-то. Мы можем подвинуться. Но если мы видим, что идет второй, третий, четвертый круг итераций, то дизайнер, конечно же, имеет возможность, право и обязанность. Он должен поговорить с клиентом, что, похоже, что-то идет не так. То есть надо обсудить. Ведущий дизайнер это делает, поэтому они должны найти общий. Либо доплатить, либо не менять. Ну, бывает так. Хочу тоже очень важную вещь сказать. Сроки очень тесно связаны с договором. К сожалению, у нас законодательство сделано таким образом. Оно принималось достаточно давно, и существует закон о защите прав потребителей, который позволяет за дизайн проекта, если он выходит за сроки, за каждый день просрочки брать 3%. Вы все это должны знать. Ни в коем случае, ни в коем случае нельзя просращивать дизайн проекта. Не на день. Даже если клиент просит что-то изменить. Даже если он что-то говорит, давайте там поменяем. А вы согласны, что это надо поменять. Вы должны в тот срок, который у вас есть по договору, вы обязаны просто пойти на почту и дослать ему результаты работы. Если это сделано не будет, вы рискуете, если вам клиент заплатил 200 тысяч за проект, вы 600 отдадите. Это очень легко будет сделать, и будете должны очень долго. Это будет очень хорошим и важным уроком. Такой урок проходят почти все дизайнеры. Особенно сейчас, когда люди стали подкованы, могут спокойненько это сделать. Таких случаев уже очень много есть. Поэтому главное правило. Сделали этап, либо заказали какой-нибудь Pony Express, я не знаю, что у вас здесь есть, 100 рублей стоит, отправили. Просто напечатали, отправили. Либо на почту сходили, стоит 50 рублей, отправить письмо. Это и квитанцию себе сохранили, положили. Потом можете менять, вносить правки, изменять, дополнять, сколько угодно. Но в срок обозначенный обязательно надо отправить результат работы. Пожалуйста, запомните. Это очень-очень важно. Если даже вот только одно, это вы из сегодняшней лекции вынесете, это очень многие, сотни тысяч вам спасет. Это точно. Еще? Спасибо. Стас, я как раз таки отношусь к категории, которая нравится вашей работой. Слежу за вами. Спасибо. Скажите, пожалуйста. Вот получается, у вас сейчас есть школа дизайна, у вас студия дизайна достаточно успешная. А какие планы на будущее? Не приелась ли, допустим, вам работа дизайнера? То есть, из раза в раз заниматься проектированием, допустим. Есть ли, может быть, какие-то планы? Там, быть, производство какое-нибудь или что-нибудь. Поделитесь, пожалуйста. Производство, ну, он сложный достаточно бизнес, и чтобы он работал, туда надо погружаться полностью. Вообще, я сторонник того, что, чтобы работал, туда нужно погружаться достаточно серьезно. Поэтому, либо там партнерская какая-то история, в которую я, кстати, тоже не сильно верю, потому что, если у одного партнера миссия и цель заниматься дизайном и другого производством, то тоже, ну, наверное, один будет немножко косячить, отлынивать, да, от производства. Поэтому, нет, производство я делать не буду точно. Что касается, не наскучивает ли? Нет, не наскучивает, потому что у меня сейчас другой челлендж. То есть, мне интересно сделать, не чтобы я уже что-то делал, а чтобы моя система, с помощью моей системы, другие дизайнеры умели делать не хуже, а может быть и лучше даже. То есть, для меня задача учить людей так, чтобы они умели делать лучше, чем я. И для меня это вызов, на самом деле, он очень клевый. У меня есть знание, у меня есть фундамент, да, который позволяет его дать, и дальше люди уже идут развиваться сами. То есть, мне интересно смотреть, как у других очень хорошо получается. Стас, а такой вопрос сейчас, я его хотела Герману задать, но я не успела, к нему было много вопросов. Действительно, студия большая, проектов много, функций много, и знаю, что у вас практически все происходит удаленно. Есть какие-то инструменты, я знаю, что ты тоже об этом будешь подробнее рассказывать, на конференции, ну, какой-то вот, не знаю, CRM-системы. То есть, как все это происходит, потому что вот эту штуку надо контролировать, и проверять, и что-то еще мотивировать. Вот три слова последних. Контролировать, проверять и мотивировать. Это прям мои красные треки, я ненавижу делать все эти три вещи. Не контролировать, не мотивировать, не проверять. Поэтому я постарался сделать такую систему, которая автоматически сама себя, ну, или люди там внутри, сами себя контролируют и мотивируют. Есть система мотивации денежная, да, соответственно, люди понимают. То есть, они приходят не сидеть на работе, а делать интересные проекты и зарабатывать деньги себе и коллегам. Поэтому я постарался сделать такую штуку, что не я плачу зарплату, а наоборот, я даю проекты, а сотрудники часть оставшегося, условно, мне оставляют. Вот так у нас организована, можно так сказать, философия. У нас все сотрудники работают удаленно. То есть, я ставил систему, которая работает, хотел сделать систему, которая позволяет работать удаленно. Это позволяет нам не привязываться к местности. У нас работают из совершенно разных уголков страны. И из Москвы у нас сейчас, по-моему, два человека всего работает. Остальные в Питере, с Украины есть ребята. Со всех уголков, то есть, откуда угодно. Это очень классно. Что еще? В чем плюс? Плюс в том, что удерживаются только мотивированные люди, которые умеют писать структурно, у которых мозг развит не на поболтать, а на действия делать. Поэтому люди автоматически фитруются. Таких людей мало. Но так как мир большой, можно их найти в разных уголках страны. Мы используем систему ведения Basecamp. Это очень сильная, полезная штука, в которой мы продумали последовательность работ. Можно любую систему использовать, на самом деле. Хоть Форум, хоть Битрикс, что там еще есть, Мегаплан, любую. Трэвла есть, я знаю, многие используют. Где вы пропишите, как вы должны работать. И именно вот эта модель работы, она должна быть принята и понятна другим сотрудникам. У нас было раньше три офиса в какой-то момент, но я понял, что я туда не езжу, да, тупо из дома работаю. И смысла в этом никакого нет, только деньги съедают и время на передвижение. Заменили все это дело системой и ничуть не потеряли в производительности. Мы встречаемся на совещаниях. Есть еще один такой очень важный момент. Это еженедельное совещание для того, чтобы не терять управление, ну, какую-то, да, координацию сверху действий. Мы встречаемся один раз в неделю, в понедельник на два часа в прямом эфире все вместе, все наши участники, где обсуждаем все текущие проекты, обсуждаем у кого какие проблемы, у кого какие есть наоборот плюсы. Ну, делимся друг с другом эмоциями, вдохновляемся и идем дальше работать счастливо. Потому что каждый человек знает, какую функцию он делает, и ему не надо тыкать соседа, да, чтобы что-то сделать. Он знает, как поступить. Спасибо. Вот еще был вопрос у нас. Спасибо. Привлечение клиентов. Меня интересует, у вас есть курс по привлечению клиентов? Я его, к сожалению, еще не прошел. Ну, конечно, там наверняка большое количество способов. Назовите, пожалуйста, наиболее оптимальный на ваш взгляд, ну, вот, к примеру, у вас в Краснодаре. Для дизайнеров, которые начинают свой путь. Для дизайнеров, которые начинают свой путь, хорошо, что вы, кстати, сказали, да, что вот для кого. Это, кстати, очень важно, потому что я вам же хотел сейчас сказать. Надо сначала понять там, кто вы, что вы, в чем предлагаете. Если дизайнер начинающий, что бы я сделал? Начинающий дизайнер должен сделать проект свой, хороший. И он должен быть сделан в том стиле, который ему нравится, дизайнеру самому, и нравится клиентам потенциально. Он должен быть сделан в таком объеме, который он хочет делать. То есть, если вы не хотите работать с однокомнатными квартирами, маленькими, то не надо маленькую квартиру делать. Там должны быть применены решения, которые вам нравятся, которые вы выбрали по какой-то причине. То есть, в этой работе должна отслеживаться ваша концепция. То есть, любую работу, которую я показываю, да, я могу объяснить, что вот в ней прослеживается наша мысль, наша концепция, наша вот идея. Это не обязательно должно быть оформлено в виде слов, хотя это тоже неплохо. Это должно считываться. Клиенты смотрят, видят и им нравится. Когда у вас есть работа, готовая, сформированная, то ваша задача всеми способами максимально ее распространить. Форматы могут быть разные. Это могут быть и форумы, инстаграм, может быть, печатные какие-то издания. В этом плане очень сильно помогают пиар-агентства, которые могут помочь вам публиковаться. Вот, к примеру, архдиалог Светлана Куклукова с коллегами публикует многие наши работы на разных порталах. Светлана знает 163 портала. Вот, 163 портала, и на каждый этот портал можно запихать вашу работу. Кто-то там ее увидит. Самое важное, что это должна быть работа, которая вам нравится и которая вы считаете достойной и понравится вашим клиентам. Тогда это будет очень хорошо работать. Также эту работу вы публикуете на одностраничный сайт у себя, описываете, почему такие решения для тех людей, которые любят почитать, посмотреть. То есть, почему вы так мыслили, почему так делали, почему была такая планировка. Ваша задача – показать себя экспертом. Показать, что вы здесь не просто планировку нарисовали, а как именно вы это сделали. Почему приняли те или иные решения. Потому что клиент, когда попадет на такой сайт, он будет покупать не столько даже работу, сколько работу плюс вас. И вы должны показать, что вы мыслите как дизайнер, ему должно это понравиться. Если работа им нравится, неважно, это 3D, неважно, это реализованный проект, если ему понравится образ мыслей и оформление, то он позвонит, а дальше уже как пойдет, продажи будут или не будут, это уже от вас зависит. От ценника и всего остального. Но общая методика для начинающего, я бы так поступил. Станислав, опишите свой стиль, в котором вы работаете. Стиль? Любимый. У нас нет стилей, как вы видите. Мне кажется, есть. Нет, стилей нет. Посмотрите, у нас есть подход. У нас не стиль и подход, а подход заключается в основной концепции. Много света, мы любим свет. Мы любим, когда ванная тоже всегда со светом. Мы любим натуральные материалы, мы любим дерево, мрамор, большие крупные объекты. Вот слэп, посмотрите. Мы любим большие пространства, мы любим светодизайн, то есть, когда различные световые эффекты. Вот это вот все наше. Соответственно, вот совокупность этого всего в стилях никто не работает. Ну, то есть, нет, наверное, работают, да, но людям все равно какой-то стиль, клиентам. Им важно ощущение, и мы должны давать ощущение. Сейчас современная тенденция, что смешивается все так или иначе. В какой пропорции вы смешаете те или иные стили, эффекты, вещи, и как это будет выглядеть гармонично или как кич, как совсем некрасиво бы это будет. Либо вас купят, либо не купят. Но вот у нас получается неплохо, объективно. И клиенты, которые выбирают подобное решение, они с какой-то изюминкой, да, плюс к этому всему еще какая-то изюминка должна быть, естественно, не просто так. У нас встроенная мебель еще, да, вот что мы любим. Мы очень любим индивидуальные изделия встроенной мебели. Вот показывали квартиру Аллы Паруса, там почти все сделано на заказ, все индивидуально. То есть, нам это в кайф. Люди тоже это чувствуют, мы это все объясняем. Вот такая как бы идея основная. А стиля нет, но я показывал проекты вот и эко-стиль, и классика, и футуристический, и вот совершенно стандартный, который видео крутилось, вот этот вот Миллениум Парк. Это просто хитовый проект, ну, на который просто люди приходят и говорят, ой, как уютно, вот мы хотим так. Пожалуйста. Давайте последний вопрос. И переходим к подаркам. Подарки – это хорошо. Станислав, такой вопрос. Вот ты говоришь о том, что надо повышать свою экспертность, развиваться. Это все, ну, как бы здорово, правильно. Конечно. И это хорошо, когда люди делают так. Но очень сейчас много всевозможных курсов, в том числе, да, там, ну, от твоих коллег, да, от наших коллег. Да. Которые делают буквально, там, не то, что, как у тебя, да, там, освоил вот это, и это не быстро. Потом вот это, и как ты сказал, что дизайнер должен вот это все уметь или хотя бы знать. А сейчас очень часто, там, две-три недели дают сертификат, ты дизайнер. И очень много людей, которые выходят, я дизайнер. И как бы, как ты относишься к таким курсам, и, ну, то есть это нормально, ненормально, имеют они право на существование? Или вы как-то боретесь с этим? Нет, я точно ни с чем не появлюсь. Это же не противоречит закону. То есть есть люди, которые либо не понимают, да, куда идут, либо понимают и осознанно туда идут. Смотрите, у нас есть интернет, да, то есть каждый человек, он разумный. Перед тем, как покупать, ты можешь купить, либо соблазнившись дешевой ценой, либо соблазнившись красивыми заголовками, либо проанализировав. Вот есть люди, их большинство, кстати, таких людей очень много, которые соблазняются чем-то вкусной конфеткой, да, не посмотрев сути. Это уже не дизайнер по определению. То есть эти люди просто, ну, окей, они заплатят кому-то там лишние пять тысяч рублей, что-то пройдут, узнают про композиции, то, что они могли в книжке почитать, но дизайнерами от этого не станут. Но и никто не запретит, не даст им, не может дать им возможность называть себя дизайнером. Любой человек, который сделал себе квартиру, может называть себя дизайнером. Ну, то есть у нас нету, потому что понимания, кто такой дизайнер. Еще раз я вот к этому отношусь сейчас, обращаюсь. И ровно, чтобы вот это можно было сослаться на что-то, ребят, чему вы учите? Вы учите непонятно чему, смотрите сюда, на стандарт профессии. Вот для этого мы, в принципе, тоже это делаем. То есть чуть-чуть мы с этим боремся, но не для этого, не для того, чтобы там кому-то сказать, вы как несправедливые, все туда идут и обжигаются. Нет, пожалуйста, у каждого человека свой выбор. Другие люди очень долго изучают сайт, изучают материалы, работы выпускников, все остальное. Ну, они выбирают курсы, да, у кого-то онлайн, там, как у нас, у кого-то оффлайн, кто идет, учится там полгода-год. Ну, то есть, если мы говорим о полном объеме знаний, вот то, что я сейчас показывал, этот объем знаний, ну, примерно на год, а то и полтора, вот то, что я сейчас показывал, стандарт профессии, не меньше. Мы учим на курсе дизайна интерьера не всему этому объему, потому что комплектация отдельно идет еще месяц. Менеджер управления проектом отдельно еще месяц, то есть вот 6-7 модулей основных, вот с правой части, без декораторского, мы учим за 7 месяцев. Это вот минимум, которое у меня получилось, я пытался ужать, как только можно. Потому что что такое обучение? Это не информация, которую ты почитал, или которую ты посмотрел лекцию. Это вообще все фигня, то есть информация ноль стоит, она ничего не стоит до тех пор, пока ты не сядешь и не будешь делать. И вот в той ошибке, которую ты совершишь, и на которой тебе укажут опытный товарищ или преподаватель, и ты увидишь, в чем ты неправ, вот тогда у тебя будет знание. Ровно так и я учился, когда мне казалось, что я рисую красивую визуализацию, и я, значит, типа дизайнер. Я пришел к своему руководителю, тогда я работал в компании, и показал проект. Говорю, ну что вы думаете, я городу показал. И он меня разнес просто в пух и в прах, вот сказал, что что это такое вообще? Как это можно вообще людям показывать? Я такой, ничего себе, непонятно. И он мне объяснил, он мне объяснил, что плохо, а что хорошо. И в этот момент у меня щелкнуло, и я вот прям понял, как должно быть. С тех пор я рисовал более сдержанно, более качественно и более ответственно, что ли, можно так сказать. И это очень важный урок и наук, я запомнил и изучил на всю жизнь. Нельзя, сидя дома, самому думать, что ты молодец. Нет, не получится, надо, чтобы кто-то тебе показал, рассказал, где ты ошибаешься, и именно на этом ты учишься. И таких моментов очень много. Недаром мы работаем в команде, мы обучаем друг друга. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. У меня какая-то там своя часть, у дизайнеров, визуализаторов, чертежников, там какие-то свои части. Мы вместе сильнее, чем по отдельности. Поэтому обучаться дизайнер должен все время. Для этого мы делаем восьмой год уже дизайн-конференцию. Я сам сижу на лекциях и записываю за каждым дизайнером, потому что это же опыт. Опыт нельзя прочитать в книжках. Ты должен впитывать его, ты должен понимать, почему он это сделал, как. А потом уже думать, применять это к себе или нет. Но знать это должен все. И у нас вот 30 дизайнеров, и у нас задание каждый раз. У каждого вытащить свою фишку. И в итоге там у людей блокнотики все исписаны, и потом за год внедряют, и смотрим, что получается. Сам так делаю, очень полезная штука. Сидя дома невозможно. Поэтому только практика. А то, что касается бесплатных или дешевых курсов, то у каждого своя дорога. Так же, как есть бесплатный дизайн или самостоятельный дизайн. Самое главное, не пытаться кого-то исправить, научить еще что-то. Мир несправедлив. Не надо терять на это время свое. Лучше самому становиться лучше и показывать, а как ты можешь. Какой ты молодец, а не как у кого-то там что-то не получается. Какая разница? Жизнь слишком кратка. Жизнь слишком кратка.